Каждый год в конце июня одна из главных туристических достопримечательностей Флоренции, площадь Санта-Крочи, засыпается золотистым песком и превращается в арену для старинной игры с мечом Кальчо-Флорентина, история которой началась еще в 16 веке. В то время это было самое популярное во Флоренции развлечение. В 1574 году посетивший состязание король Франции Генрих III сказал, до войны это зрелище не дотягивает, но и для соревнований чересчур жестоко. Сегодня этот вид спорта, считающийся одним из предков европейского футбола и регби, вполне заслуженно называют самым агрессивным и опасным. Сломанные руки, ноги, выбитые зубы, рассеченные брови. Для игроков, крепко сложенных мужчин железными мышцами, это обычное дело. Строго говоря, с современным футболом у этой игры мало общего, разве что мяч и ворота. Кальчо скорее напоминает убойную смесь из рукопашного боя, регби, кикбоксинга и греко-римской борьбы. Только игроки состязаются не в удобных спортивных костюмах, а в разноцветных средневековых панталонах. Необычная одежда – своеобразная дань флорентийцев старинным традициям города. Главное в этой игре, как и в обычном футболе, забить как можно больше мячей в ворота противника, а еще устоять на ногах. В каждой команде по 27 игроков, 15 из которых – нападающие. Как правило, в турнире принимают участие 4 команды, представляющие основные исторические кварталы города. Сан Спирита, Сан Джованни, Санта Кроча и Санта Мария Навелла. Ссадины и ушибы – меньшее, на что могут претендовать спортсмены. Ведь цель игры – не просто забить мяч в ворота противника, но и любой ценой сорвать атаку оппонента. Так что в ход идут силовые приемы – пинки, удары ногами и руками, толчки и тому подобное. Единственное, что запрещают правила – удар ногой по голове. Матч длится ровно 50 минут без перерывов. Игра не останавливается даже в том случае, если спортсмен получает серьезные травмы и медикам приходится уносить его с поля. Чтобы измотать противника и пробить оборону, нападающие провоцируют драки, которые могут длиться по несколько минут. С трибун игроков подбадривают болельщики. За игрой следят судья и 6 арбитров. Их основная задача – не допустить чрезмерной жестокости игроков по отношению друг к другу. Правда, призвать к благоразумию разгоряченных спортсменов арбитрам удается далеко не всегда. В исключительных случаях судья может показать игроку красную карточку за слишком агрессивное поведение. Очередной финальный матч по кальчу состоялся во Флоренции 24 июня. Традиционно, состязание заканчивается пиршеством с участием как победителей, так и проигравших. А если точнее, всех тех, кто остался в состоянии праздновать и веселиться. Да, такой футбол точно сделает из мальчика мужчину. Или инвалида.